Вот, ну, конечно, я понимаю, что в иной момент и крепкое словцо «нет, нет» и выскочил из нас. Но я против того, чтобы делать это языком отдельно, чтобы на мате разговаривать. Вот против этого я, особенно в сети, как это надоело, прямо и где надо, и где не надо, и по поводу и безусловно. Поэтому называется «Жизнь без мамы», «Жизнь без мамы». Зачем мы, как в трактире, безможно сквернословим брались в свои квартиры? Каких еще условий создать тебе добрание? Внимание детей? А если кто-то равен ножом твоих идей, что мало-то мне иначе, ты выразить спешишь? Что глупость твоя значима? Образование шиш? Зря год в школе пробовал, и пребыв твой не спал. А злобу высшей пробы ты погасил забаву? Чем? Этой матерщиной, злобой, едкой точно ты. Хотел себя мужчиной ты показать крутым? Не мать, как тесна, не в руку, не поверь. Речь скромная тесна тебе, рычи как зверь. Но только не брони, не трогай чью-то мать. Тебя закаривни способны понимать. Но ты ж не бараш. Где в броне смысла нить? Мат на слова покрашивать можно заменить. Ты переходишь к грамм. Для языка ты вор. Твой мат уже не прав. Твой мат как разговор. Он вместо языка не речь, а суррогат. Страна тюрьма. Зэк раб все. Тыкли на угад и в зэк угодишь. Ведь это рабство тут примат. Всех усмели. Тише. И только слышен мат. Над всей страной, как вой, Уже завяли души. Пусть он привычный, свой, Мат то, что нас разложит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ